Продолжение следует... 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 Здание и территория, принадлежащая к отеле, была приобретена Министерством ТАА в 1808 году. Здесь располагалась школа, здесь жили перчи придворного хора, здесь происходило и обучение, и становление всего того, что оказалось связано с нашей культурой. Именно в придворном ведомстве, в ведомстве капеллы, впервые была организована специальная музыкальная школа. Это 1738 год. Здесь же появились первые рейтинские классы в середине XIX века. Здесь же возник первый русский симфонический оркестр, дата рождения которого 1882 год. С начала Великой Отечественной войны эвакуировались и взрослый хор, и музыкальная школа в Кировскую область. Часть артистов была призвана в действующую армию, а оставшиеся певцы за короткий период времени пребывания на Кировской земле провели более 500 концертов. Наша программа, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию, кто-то, возможно, из присутствующих уже имел возможность послушать ее, потому что на наших концертах регулярно присутствуют курсанты вашей академии. И вот такое собрание или такой концерт в этом зале происходит впервые. И для нас это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно почему? Потому что те песни, которые рождались в период Отечественной войны, те песни, которые служили одним из главных оружий в битве с врагом, и иногда песня была важнее, чем ружье или пушка. И вот эти святые песни, они стихи изумительных поэтов, стихи, которые рождались в окопах, в окопах Синявинских болот, в окопах защитников Пулковских высот. Вот они вошли сегодня в эту программу. Для нас эта программа имеет особое значение еще и потому, что на ВИДАе все телевизионные, как сказать, репортажи, которые связаны с празднованием Дня Победы, они вызывают у нас, ну, во всяком случае, у старшего поколения, мальчишек, которые прошли, как сказать, вот период Отечественной войны, видели, как страна восстанавливалась после колоссальной разрухи. Мы жили с этими песнями, мы их мальчишками пели. И когда видим, как корежится слово, как коверкается сама песня с какими-то там пританцовочками, припампасами непонятными, когда вот эта чистая и святая для нас мелодия искажается, и когда происходит такое, как бы, глумление над вот этими замечательнейшими мелодиями, у нас это вызывало сопротивление. Поэтому программа, которую мы приготовили, она не концерт как таковой, а это такой, как бы, песенно-литературный секретарь. И мы постарались, чтобы эти песни звучали именно так, как они звучали тогда, когда создавались. Большая часть этих песен, и в первую очередь те, которые будут звучать в начале, они имеют дату своего возникновения 41-42 год. И каждый раз, когда мы поем эти песни, возникает удивительное ощущение от того, как надо было любить Отечество свое, как надо было верить в свой народ и в свою страну, для того, чтобы вот в такие тяжелейшие годы создать эти изумительные условия. Мы начинаем концерт и просьба к вам, чтобы в процессе исполнения это идет как спектакль, одно за другим. И, пожалуйста, если даже у вас появится желание поаплодировать, воздержитесь, пожалуйста, от этого до конца концерта. С этим мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И у детской кроватки не спичь, И поэтому знаю со мной Ничего не случится. Субтитры создавал DimaTorzok Если дождь везде летом Долгой ночи кратким днем, Если вечер в оконке снял куда-то под огнем, Если ветер гонит лужи, Небде ноги просушить, Будь с веселой шуткой срун, С грустью не почем дружить. Что бы ни было на свете, Как бы ни был труден путь, Боли, холод, дождь и ветер И иное что-нибудь, Вроде снега, вроде стужи, И тогда нельзя тужить. Будь с веселой шуткой дружен, С грустью незачем дружить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз свет по листьям не дрожал, И для страстки били пулеметы. Вот это место, здесь он умирал, Товарищ мой из пулеметной роты. Ну стой и жди, застынь, оцепеней, Запри все чувства сразу на защелку. Вот тут и появился соловей, Незмело и томительно защелкал, Потом сильней, входя в горячий пыл, Как будто сразу вырвавшись из плена, Как будто сразу обо всем забыл, Высвистывая тонкие колена. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем, рассказывай, о том, солдат не войне? Какой грустной, какой грустной, родиной стороне? Зачем? Идлия говорят, что нынче, по войне, Он позабыл давно, солдат, семью и дом родной. Так о солдате говорят, и сам порой он врёт. Мол, зачем он смотреть назад, когда идёшь вперёд? Зачем рассказывать о том? Зачем велеться? Какой был он сад? Какой был он дом? Зачем? Затем, как раз, что человеку на войне, Как будто на злое, тот дом и сад вдвойне, Тройне дороже и милей. И чем бездомнее на земле солдата тяжкий быт, Тем крепче память о семье и доме он хранит. Забудь отца, забудь он мать, Жену свою, детей ему тогда и воевать, И умирать труднее. Живём, не по миру идём, Есть, что хранить, любить, Есть, где-то есть, Их был на что, А нет, так должен быть. ПЕСНЯ 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 Эту тёплую смерть распознать не могли они сами, И смотрели на падающую звезду с непонимающими глазами. Мне, Батата, не надо б на слово «вперёд!» Подходим бы нам не бывать огнём, У меня в зрачках чёрный ладошский лёд. Милградские дети лежат на нём. Пули, которые посланы мной, не возвращаются из полёта. Очереди пулемёта режут под корень траву. Я сплю, положив голову на синябинские болота, А ноги мои упираются в ладогу и в небу. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» «Симон» Симон «Симон» «Симон» Симон 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 «Симон» КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, разрешите сказать громадное спасибо народному артисту, советскому руководителю капеллы Владиславу Александровичу Чернущенко за этот замечательный концерт и сказать, что в этих песнях душа народа, душа России, в этих песнях гордость и боль Советского Союза, нашего великого государства, который одержал победу в Великой Отечественной войне. В этих песнях трагедии, потери, но и великие победы. Еще раз низкий похрон за замечательный концерт, дорогие друзья. Вам успехов творчески и всего самого доброго. Владислав Александрович, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, товарищи офицеры, товарищи курсанты, сегодня столисты, симфонические артисты капеллы, подарили нам действительно праздник. Мы с вами стали участниками прекрасного концерта. Прекрасного не только потому, что мы слышали музыкальные произведения о войне действительно мастеров высочайшего уровня, но и потому, что сегодняшний концерт тематический был посвящен одному из самых святых для любого русского человека праздников, не побед. Еще хочу сказать такой маленький факт, опять-таки исторический факт, что до конца статус ваниля Александра Третьего все столицы капеллы ходили, так же, как и мы с вами, в военной форме. И несмотря на то, что сейчас и хор, и столицы, и столицы, и столицы, и столицы, и хор, уже ходят в органство, и так же, в проекции в плане, вместе с тем я считаю, что у нас очень много общего. И в первую очередь, у нас видение о том, что мы служим одному делу, в Великой России, хор, столицы, оркесты, капеллы, и сегодня продолжают многолековую традицию и воспитываются наш народ в духе патриотизма, в духе любви к своей Родине. Поэтому позвольте еще раз поблагодарить за прекрасный концерт и пожелать им дальнейших больших успехов. Вы, конечно, надеемся на дальнейшее свое здоровье. Спасибо. Продолжение следует...